итак продолжаем вертикальной деформации вы помните что у нас две такие струи таких потока рукава это для миодрирующих рек и для не миодрирующих и мы все что было до этого это было для ними ними андрюши посмотрим ну вот можно вот ну так вот 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 это предыдущая картинка а тогда я нету поставлю сейчас перекручу в конец перекручу в конец и сюда вот сюда последний слайд потому что вот это на этом слайде объединены как бы эти две ветви у нас есть ветвь для миодрирующих рек мы с вами еще не рассматривали скоро перейдем может быть сегодня даже короткая такая тема а есть который длиннее миодрирующих рек мы начинаем с при наличии данных меньше данных еще меньше данных еще меньше данных еще меньше данных по такой логике и мы с вами проходим почти до конца дошли сегодня дойдем до конца по пути вот для ними андрюши крек а вот в этой этом как бы старый вариант картинки здесь она кстати еще не сделал такого полноценного в котором были бы перечислены вот логи которые сейчас вам рассказываю что две такие отдельные части и они идут независимо друг от друга я такую картинку еще не сделал вот надо срочно сделать а потом они в конце стыкуются а что значит в конце концерт а значит вот в нижней части мы начинаем у нас есть исходные данные сейчас наоборот перепрыгнем сюда вот по этой логике которые вот на этом слайде много данных меньше данных еще меньше совсем нету данных и вообще нет никаких данных вот по этой логике здесь внизу эти две струи сходятся то есть когда нет данных уже все равно уже куда там до типа русовых процессов когда нет совсем никаких данных у нас здесь подход объединяется и сейчас как раз видите жирно выделено как раз мы будем заниматься вот этим когда нет никаких данных по глубинам и как же оценить глубинные информации вертикальные донные как же оценить когда нет никаких данных вот появляется вот это и здесь получается объединение то есть мне это надо как-то сделать такую общую табличку чтобы сначала было отдельно меандрирование и не меандрирование а потом они объединились уже и не просто объединились а сейчас пойдем дальше сейчас пойдем погрузимся сюда в эти гидролоком процессе зависимости и там мы как раз увидим как раз некоторые деления по типам процессов вообще то вот ну а меандрирующие реки это вот следующий раз перейдем к меандрирующим рекам и там уже погрузимся в эти детали в эти особенности меандрирующих рек я сейчас может быть когда будем переходить я еще раз повторю в чем разница принципиальная почему мы идем отдельно по меандрирующим не меандрирующим рекам и нам для меандрирующих рек как раз будет нужно все то что было у нас здесь помните здесь у нас появлялись некие соображения соображения каким образом каким образом мы вот эти два основных шага делаем первый шаг это оцениваем реальные глубины по реальным глубинам которые мы знаем с исходных данных дорогая река скажи пожалуйста какие-то нам глубин помните и мы по-разному это оценивали при разных исходных данных но суть вообще-то была очень похожим всегда искали минимальную глубину и когда перейдем к меандрирующим там будет с одной стороны очень похожий подход а с другой стороны там будет некая своя особенность поэтому мы их и выделите меандрирующие реки отдельно вот но в то же нам вот эта логика будет там очень полезно наш там логика будет в общем-то похоже на эту какая самая большая глубина а потом второй этап мы говорим второй шаг второй этап мы говорим а теперь давай сделаем запас такой вот не просто так запас а такой вот нужный запас такой вот сущностный запас вот поэтому сегодня мы дошли вроде бы до конца и но для не меандрирующие реки и здесь вот они вот сейчас мы объединим сейчас здесь вдруг неожиданно меандрирующие реки здесь и появится может вот это все предыдущее оно вот не подходило совсем грубо сказать коллеги совсем грубо сказать вообще-то здесь у нас всего покажется раз два три четыре пять десять ну действие в смысле здесь я должен был написать метод но слово метод мне не хотелось писать потому что слово метод такой наукообразный потому что я написал действие то есть что мы реально делаем ну что собой может и представляет вот метод способ вариант решения проблемы и кажется что их пять раз два три четыре пять на самом деле смотря как подходить да а для чего тебе задаем вопрос если сказать хотим сказать вот прям детализе для детализирования это еще не всего помните мы еще с вами здесь находили еще вот здесь был у нас методик который здесь не выделен и еще сегодня у нас появится еще метод вот здесь ниже нижнего потому что мы вспомним с вами что если есть некая классификация то эта классификация она молодец она хороша но ее всегда можно расширять ее можно всегда дробить посредине то есть у нас всегда появляются промежуточные какие-то ситуации промежуточные состояния промежуточные варианты и это мы называем интерполяции или ну в общем это типичнейшая такая ситуация но классификация еще имеет такую интереснейшую вещь что очень интересно посмотреть за пределы это если когда-то когда-то мы с вами вспоминали книгу Митрофанова Борислава Владимировича от технологического брака до научного открытия который тризовец который был президентом матриз вот я когда-то был при нем секретарем этой матриз был такой момент и вот в этой книге он как раз расписывает вот этот метод что не он его называет прям переступить пределы то есть он говорит посмотри чо больше большего чо меньше меньшего представь самое большое вот представил что-то вот каком-то ряду да представьте вот яблоки представьте яблоки разного размера представили вы понимаете что могут быть маленькие там ранеточки какие-то средние какие-то большие и очень большие до представили а теперь суть места заключается в том чтобы вы представили больше того яблока чем который вы представили перед этим вы представьте его вот и не на 10 процентов не на 20 не на 30 процентов а самое эффективное когда вы представите яблоко который примерно там в 20 раз больше или в 2000 раз больше вот ну может быть плохой пример то что меня меня мозги вот я сейчас боюсь представить такое яблоко и это хорошо потому что когда мы наконец-то его все-таки сможем представить вот это вот или представить яблоком меньше-меньшего представить его 1 миллиметр в диаметре и там может быть какой-то качественный переход там может работать что-то другое то мы может все-таки вы поймете что же это такой за яблоко которая очень маленькая какой-нибудь зародыш яблоко да или какая-то яблочная планета может быть бывает да вот очень плохой пример с яблоками потому что и меня нет мне трудно представить яблоко который там в пять раз больше тем самое большое яблоко которое сначала представил камеру яблоко там диаметром 10 сантиметров теперь я должен представить яблоко такой диаметром метр да и вот никак не могу представить а вот если постараться то может что-то что-то произойти новое это произойти такое может быть это будет какой-то вообще другой яблоко может быть какой-нибудь гибрид там ночи не знаю ладно к чему что у нас еще выяснится что вот этих действий их на самом деле еще больше здесь есть еще какое-то действие которым это мы будем делать когда не то что нет никаких данных по глубинам а когда нет никаких данных вообще и сегодня это рассмотрим то есть мы будем сегодня здесь толкаться но если еще раз суммировать то на самом деле здесь получается всего лишь раз-два всего лишь два действия почему потому что вот это это редкая она никогда у вас не будет встречаться она вообще тут только прощения поэтому его можно так зачеркнуть это как бы уже на самом деле есть переход когда он не оцените глубины когда у вас нет сведения глубины хорошая задача хорошая а может ли это быть например предусмотрено там в драматива гг и конечно нет потому что а как это так они скажут не это должны всегда иметь данные потому что у них всегда были данные а в практике в нашей практике может такое быть может вообще-то быть это вот с одной стороны плохо потому что как то мы могли такое допустить что мы принялись оценивать вертикальной информации глубинные размывы когда у нас нет сведения глубин как-то так а другой стороны хорошо что у нас метод то есть инструментарий готов соответственно мы все-таки допускаем такой в реальность нашей жизни вот которая такая вот не соответствует науке не соответствует нормативам которые вот реальные и там все-таки такая ситуация может быть поэтому этому все-таки немножко так зачеркнем это как бы в скобочках уже и выясняется что есть всего-то раз совмещение поперечник и два формула то есть вообще-то все просто а если уж совсем 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 то вообще-то вот это все вот это все вот это все это один метод максимальная глубина да просто каким-то способом оценка максимальной глубины и делание разного рода запаса разными способами такая можно сказать формальная оценка вот и все так ну и соответственно сегодняшняя тема когда нет никаких данных глубин потому что да есть данные мы уже много разных вариантов просмотрели так то есть когда нет ничего когда вообще нет и не завалялась не договоримся и тогда то чувствуешь ответить своими словами или а вы здесь было где-то в другом месте где-то с другая была такая смешной картинка что типа помните экспертная оценка ну все равно как то то есть что такое экспертная оценка это когда ты не сможешь не можешь сделать по алгоритму не может сделать по методу не может сделать а просто вот так из опыта или просто так вот сам-то решил ну это одно и то же да из опыта и сам решил вообще-то одно и то же да просто много опыта это как бы вот такая опытная оценка какая экспертная а вот когда мало опыта того но все равно что-то сделал и вот реальные тексты пишут мне я отвечаю я съемка но на ней нет отметок на нашей ситуации до реальные заметят вопрос реального человека который вот но против ручки говорит что они не глубокие нехило тогда то есть вот мы же дошли с вами до такой ситуации такой тоже да данных повреждений драме засканиям нету а выезжать например глубины рекс уже нет времени как обычно все непонимы скорее но как обычно как обычно помните мы знаем чему это приводит приводит к тому что мы с вами дадим от души для запаса с тройным запасом или может быть десятерным а может быть единственным просто мы не понимаем об этом но нам все равно надо много дать вы понимаете уже так что надо дать много раз мы нет времени выехать раз нет денег на выезд это что сейчас это означает означает что все деньги съели на вас не хватает надо быстро а что значит это значит что кто-то уже там что-то неправильно до этого сделал кто-то не очень понятно да в общем такая типичная ситуация и вот теперь что проектировщик нашел данные уже проектировщик нашел данные по меженному уровню и вот думаю я могу как опираться на эти данные и учитывая заказанные данные по максимальным уровнем прикинуть отметки дна реки видите то есть уже ищется какой-то способ решения то есть мы с вами вот в чем отличается изыскание вот от науки до наука это тупее не придумать наука она как действует у меня есть какие-то данные обрабатывать а нет данных она говорит ну тогда я буду писать диссертацию на другую тему по которому она у меня есть данные да а вот такие задачи наука не решает какие-то они ненаучные да какие-то вот наши такие вот простые изыскательские а мы их решаем и в этом-то и отличие изысканий потому что в изысканиях мы должны дать ответ в любом случае хоть у нас нет данных хоть у нас плохие данные хотят неправильные данные хоть нас нет времени хоть у нас нет денег мы все равно дать должны дать ответ и не просто ответ а в чем еще отличие от науки наука на чем-то сделку это зависимости всего защитил диссертацию всем похлопали он такой довольный хоть при кандидата и не вот никакой ответственности за это зависимость нет он будет он знает что и зависимость никто никогда использовать в реальной жизни не будет ну кроме вот там вот формула кондратьева который тоже диссертации вышло ли помните я вам рассказывал когда-то еще всякие есть хорошие бывают но редко например есть формула вот sp по расчетам нагрузки воздействия волновые там есть метод расчета высоты волны но такой метод найти эмпирический эмпирический просто помните по этим номограммам вот это что это тоже кстати была диссертация по моему даже кандидатская и вот фактически это кандидатская она потом была опубликована в виде методического пособия и потом из этого методического пособия вот этот метод он потом до сих пор болтается в наших сп по нагрузкам воздействия ветровые волновые ну да то есть я не говорю что все да мы не говорим что все такие но в целом это никакой ответственности кандидата за свою там зависимость выведенный кандидатской нет а унас ответственность есть у нас ответственность мы тут должны дать вот поэтому как могу откидон значит есть что я минимальные нашли и максимальный нашли уровне типичной ситуации чего-то нет нет времени всегда укрутим из того что есть в данном случае наплесила фраза заказа заказаны и данные заказаны написал до заказаны и данные заказанные данные. Что это значит? Там пост. Видите, я даже прощупываю ее. Это что, большая река? То есть, видите, если есть пост, то на малых реках нет постов. Ну, в каких-то исключительных случаях. Почти, да, почти. Ну, в целом тоже мы не будем квантор в общности ставить, но все-таки подавляющее число все-таки на больших, ну, на средних много, да, а на малых, где эти посты-то. А тут еще реконструкция моста и водурусной трубы. Вот. В теории есть некая мифическая гидрофона. В теории. А в практике у нас две разные вещи. А, видите, я бы сразу понял, что что-то не то, большая река. И сразу я ей говорю, что есть гидрологи большие, гидрологи малый. И наше поведение будет разное. Ответ на наши вопросы будет разное. Видите, я ей ответ не дал. Я начинаю у нее спрашивать. А какая у тебя река? Большая или маленькая? А какие у тебя данные? Откуда? Там есть пост или нет? Да, то есть, помните, кстати, это есть, ну, когда-нибудь мы раскачаемся с вами, сделаем норматив по уровню воды, потому что он уже совсем прозрачный стал. понятно, и как его сделать, структура. И там как раз ровно по этой структуре-то мы себе вопросы задаем. Есть пост? Нет поста. Есть данные? Нет данных. Там длинные, недлинные, да? А потом следующие как раз, ну, и всякие последовательные эти данные. И тут, значит, да. Да, Днепр. У него иногда глубина достигает 19 метров. Но еще не заказывали. Остальные малые. То есть, ни хрена себе, да, через Днепр делают мост, по которому будут потом, там, 50 лет ездить машины, поезда, или там люди ходить, да. Там будут опоры, там будут размывы, там будет стройка гигантская на миллиард, да, чтобы построить этот мост, там безопасность сооружений, там будут ходить эти, ну, хотя Днепр, может, это Верхний Днепр, может, это Днепр какой-нибудь там в России. Ну, Смоленская область, да, она, по-моему, писала. А, или было написано, да, Смоленская. Да, Смоленская область. Ну, да, может быть, он маленький Днепр, но все равно, да, думаешь, что это, как это, как это? Ну, ладно, это мы не будем ругаться. То есть, это гагишники пусть ругаются. Это они будут говорить, нет, такое невозможно. Это всегда должны быть, да. Мы говорим, ну, да, все-таки в реальности мы можем. То есть, не на уровне вот главного гидролога, да, там, генерального директора или собственника, то есть, мы уже помните, что у нас понимаем, что много народу, высказательская организация, есть смежники, там, папографы, гидрографы, которые не сделали промер, есть заказчик, есть проектировщик, есть собственник, там, который деньги с первой дает, да, то есть, есть много народу всегда завязанное, только вот сам эксперт, гидромет данные, пост, про пост она не ответила, и кроме этого еще там, значит, местная администрация, да, всякие там БВУ, всякие контролирующие органы, там, всякие эксплуатирующие организации, которые будут потом там засыпать эти размывы, которые появятся там, да, потом там МЧС, когда рухнет мост или что-нибудь такое, да, то есть, понимаете, тут вообще завязаны вообще огромные, те люди, которые пострадают, которые будут ездить, которые потом будут не ездить, когда мост там покосится, да, они не смогут переехать, там, у них что-то там, в общем, в общем, представляете, сколько завязано на все то, что, а здесь, значит, в пик, значит, кто-то там не выделил там 100 тысяч или, не знаю, там, не знаю, 300 тысяч, на какой-то дохленький промер глубин, да, вот, и тогда я пишу, что под Днепру и действительно промеры, ну и что, что нету, значит, промера, под Днепру-то надо найти. Тем более, там же она, по-моему, писала, что реконструкция. Ну да, тем более, что, а, если реконструкция, фу, так вот же, спрашивайте, у того же заказчика. По мостам, да, обычно сюда какие-то там эти вот данные там ведут, какие-то паспорта должны быть. Да, он всяко есть, это паспорт через, мост через Днепр, он всяко есть, и там уже хоть что-то есть, да, то есть там должен быть вообще поперечник, тем более, если это реконструкция, значит, этот мост был там, скажем, не знаю, 30-50 лет назад или 70 сделан, а если он был сделан там 50 лет назад, то там вот эти все вот, вот. Поэтому под Днепру, в общем, вот ответ, что-то будет, а по малым это вот сегодня. У нас на вебинаре был такой метод, когда нет ничего, это сегодняшний метод, да? Я тут сразу пишу, что отталкиваюсь от ширины, давайте глубину, вбровка с запасом на пределе, какая может быть. То есть я коротко написал, вот это вот, это сегодняшний весь вебинар. Отталкивайтесь от ширины и давайте глубины с запасом на пределе, это значит, что? Это с большим запасом, значит. Вот, с большим запасом. помните мы еще это в понедельник предварительно пытались но подумать чтобы на город подумали к этому вебинару попутки вот ситуации могут быть чтобы чего можно было отталкиваться в плане этих зависимостей до коллег по моему несколько я две или три только надумал ну вот она ситуация когда у нас просто есть информация ширине монета глубине потом наверное чисто в теории может быть ситуация до нас есть информация глубине такая какая-то там небольшая ну просто какой-то одной глубине но нет и ширине а есть наверное когда вообще нету информации не глубине не ширине будет какой-нибудь водоток он там рядом но он там допустим на съемку не попал на картах он там виде тоненькой линии непонятно какая-нибудь глубина и ширина тоже не сложно понять блин чертая нам сюда не вставил ой блин я сюда не ставил хорошо что мы сейчас об этом вспомнили но сейчас не буду искать может быть может в перерыве это у нас берет мой пойду может вы помните помните это наставление военному топографу ну вот я на за перерыв найду и покажу этот кусочек вам и так вот примерно ваши то точнее там на самом деле там более либеранты либеральные такие ситуации то есть там все-таки какие-то данные есть а мы с вами видите вы очень хорошо замахнулись о том что у вас нет вообще никаких данных то есть у вас есть проектный створ и в этом проектном створе у вас нет данных даже по ширине водотока потому что сегодня у нас будет простейший самый вот я буду рассказывать это то что мы на самом деле пытаемся оценить ширину пускай по космическому снимку по плану по чему угодно ширину оцениваем и по ширине каким-то образом переходим вот глубине потому что не понятно есть какая-то связь когда нет данных даже по ширине это вообще просто но это больше большего даже такая ситуация что-то похоже было на этом и ситуация было что заболоченная пойма реки ну и как я понял что геодезист у них это либо не получилось и в общем они именно саму реку как-то отрисовывали скажем так больше на глаз и поэтому ну так скажем эти сведения ширине они такие были с погрешностью как бы она вроде была отрисована но там как бы скорее всего с ошибкой с какой потому что не до конца не все нормально сняли камыши ну там да как то там да как то как то полонера